Техническое описание кода неисправности OBD2, скорость вала на выходе, корреляция скорости вращения колеса, что это обозначает? Это общий диагностический код неисправности, DTS, который обычно применяется к автомобилям OBD2, марки автомобилей могут включать в себя, помимо прочего, Jeep, Chrysler, Dodge, Chevy и т.д. Если на автомобиле, оснащенном OBD2, сохранен код P215S, это означает, что модуль управления трансмиссией, PSM, обнаружил расхождение между транспортными средствами, датчик скорости вращения выходного вала и один, или несколько, датчиков скорости вращения колеса, датчик скорости вращения выходного вала и датчик скорости вращения колеса предназначены для определения скорости транспортного средства, но каждый из них является компонентом отдельной сети, датчик частоты вращения. Вращение выходного вала является частью сети управления трансмиссией, а датчик частоты вращения колеса, частью сети антиблокировочной системы, датчик частоты вращения выходного вала представляет собой электромагнитный датчик, который устанавливается в непосредственной близости от зубчатого колеса или зубчатого колеса с зубчатым ректором. Кольцо реактора механически прикреплено к оси, выходному валу коробки передач, раздаточной коробки или карданному валу, кольцо реактора вращается вместе с осью, когда зубья кольца реактора проходят в тысячных долях дюйма от датчика скорости вращения выходного вала, магнитное поле замыкает входную цепь датчика скорости вращения выходного вала, пазы между зубьями кольца реактора создают прерывания в той же цепи, эти завершения, прерывания происходят в быстрой последовательности. Когда транспортные средства катятся вперед, эти замыкания и прерывания цепи создают шаблоны формы волны, которые принимаются PSM и другими контроллерами. В качестве частоты вращения выходного вала, при увеличении скорости формы волны, расчетная частота вращения выходного вала увеличивается. Аналогично, когда скорость входного сигнала формы волны замедляется, предполагаемая скорость выходного вала уменьшается. Аналогично тому, как PSM контролирует скорость вращения выходного вала, модуль управления антиблокировочной тормозной системой ABSM контролирует входные данные от датчиков скорости вращения колеса. Датчики скорости вращения колеса установлены рядом с кольцом реактора на тормозном роторе, ступице в сборе или на редукторе с дифференциальным кольцом. Большинство автомобилей OBD2 оснащены антиблокировочной тормозной системой ABS, с четырьмя колесами, но в некоторых случаях используется антиблокировочная система только для задних колес. Независимые автомобили с задним мостом и четырехколесным ABS имеют четыре датчика скорости вращения колес. Автомобили с неподвижным задним мостом и четырехколесным ABS оснащены тремя датчиками. Автомобили с независимой задней осью и задним колесом ABS могут иметь два датчика. Автомобили с фиксированной задней осью и системой ABS задних колес будут иметь только один датчик скорости вращения колеса. PSM постоянно очлеживает скорость вращения выходного вала, когда автомобиль движется вперед, отдельные входы датчика скорости колеса постоянно контролируются и ABSM или электронным модулем управления тормозом и BSRM. Два контроллера обмениваются данными через S&N и сравнивают сигналы каждый раз, когда автомобиль находится в движении, если один из контролеров обнаруживает изменения между скоростью вращения выходного вала и скоростью вращения колеса, которое превышает максимальный порог, в течение заданного промежутка времени, будет сохранен код P215S, и может загореться индикатор неисправности, MIL, датчик скорости колеса, ABS, какова серьезность этого кода неисправности. Условия, которые способствуют сохранению кода P215S, могут привести к деактивации ABS или ошибочным схемам переключения передач. Кодекс следует считать строгим и адресованным как можно быстрее, каковы некоторые из симптомов кода. Симптомами диагностического кода P215S могут быть, неустойчивый спидометр, непреднамеренная активация ABS или системы контроля тяги, TSS, нерегулярные схемы переключения передач кода ABS могут быть сохранены, ABS может быть отключена, каковы некоторые из распространенных причин кода. Причины для этого кода P215S могут включать, избыток металлического мусора на магните датчика выходного сигнала, скорости колеса, неисправен выходной вал, датчик скорости вращения колеса, обрезка или повреждения проводки или разъемов, сломанные, поврежденные или изношенные зубья кольца реактора, неисправный PSM, ABS или EBSM, каковы некоторые шаги диагностики и устранения неполадок P215S. Обратите внимание, что мы знаем об известной проблеме с некоторыми автомобилями Dodge и Chrysler, есть сервисный бюллетень номер 21, 031, 14, который применяется к этому DTS P215S. Для диагностики кода P215S потребуется диагностический сканер со встроенным осциллографом, цифровым вольт, амметром, DVOM и источником надежной информации о транспортном средстве. Вам понадобится информационный ресурс автомобиля для схем подключения, видов лицевого разъема, схем выводов разъемов, диагностических блок-схем и процедур, спецификаций тестирования компонентов. Без этой информации успешный диагноз невозможен. После визуального осмотра проводки и разъемов, связанных с системой, я продолжил, подключив сканер к диагностическому порту автомобиля и получив все сохраненные коды и данные стоп-кадра. Мне нравится записывать эту информацию, так как она может быть полезна при развертывании диагностического процесса. После этого я очищаю коды и тест-драйв автомобиля, чтобы увидеть, если код сброшен, если у вас есть доступ к осциллографу какого-либо типа. Следующая процедура применяется к датчику скорости вращения выходного вала и всем отдельным датчикам скорости вращения колеса. Подсоедините положительный измерительный провод прицела к сигнальной цепи тестируемого датчика, выберите соответствующую настройку напряжения на область видимости, эталонный датчик обычно 5 вултес. Подсоедините отрицательный измерительный провод к заземлению, заземлению датчика или заземлению аккумулятора, когда ведущие колеса оторваны от земли и закреплено транспортное средство. Запустите трансмиссию, наблюдая форму волны на дисплее прицела, вы ищите равномерную форму волны без скачков напряжения или сбоев, поскольку вы плавно ускоряетесь, замедляете все передачи, если обнаружены несоответствия, подозревайте неисправный датчик или плохое электрическое соединение, проверьте датчик частоты вращения выходного вала и отдельные датчики частоты вращения колеса. Установите DVO-M в положение ОМ и отсоедините проверяемый датчик. Используйте измерительные провода, чтобы проверить контакты разъема и сравнить полученные результаты со спецификациями тестирования датчиков. Датчики, которые не соответствуют спецификациям, следует считать неисправными. Выход теста датчик частоты вращения вала и индивидуальные скорости колеса опорного напряжения датчика. С помощью кнопки включения, выключения, двигателя КО и датчика испытывается отключен. Проверить цепь опорного сигнала штырь разъема датчика с положительным щупом в DVO-M, в то же время отрицательный измерительный провод DVO-M должен использоваться для проверки заземляющего контакта того же разъема. Опорное напряжение должно быть в пределах спецификаций, предусмотренных в вашем информационном транспортном ресурсе. Обычно 5 Вольта, проверьте выходное напряжение датчика частоты вращения вала и отдельного датчика частоты вращения колеса, подсоедините датчик и проверьте сигнальную цепь тестируемого датчика с помощью положительного измерительного провода DVO-M. Отрицательный измерительный провод к заземлению датчика или известному хорошему заземлению двигателя, при включенном ключе и работающем двигателе, КО и Р, и приводных колесах, надежно закрепленных на земле, запустите линию привода, наблюдая за отображением напряжения на DVO-M. График скорости к напряжению можно найти в источнике информации об автомобиле, вы можете использовать его, чтобы определить, правильно ли работает датчик на разных скоростях. Если какой-либо из тестируемых датчиков не отражает соответствующую степень напряжения, в зависимости от скорости, подозревайте, что он неисправен если сигнальная цепь отразила правильную степень напряжения на разъеме датчика, используйте DVO-M для проверки сигнальных цепей датчика частоты вращения выходного вала и отдельных датчиков частоты вращения колеса на их соответствующих разъемах контроллера, используйте положительный измерительный вывод DVO-M, Чтобы проверить соответствующую сигнальную цепь на контроллере, отрицательный измерительный провод должен быть снова заземлен, если на разъеме датчика имеется приемлемый сигнал датчика, который отсутствует на разъеме контроллера, между контроллером и тестируемым датчиком имеется разомкнутая цепь, подозревать сбой контроллера или ошибку программирования только после исчерпания всех других возможностей. Используйте источник информации о транспортном средстве, чтобы получить бюллетени технического обслуживания, TSB, которые соответствуют транспортному средству, признаком и сохраненным кодом, код, который применяется к вашим обстоятельствам, может помочь в постановке точного диагноза.